Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Гол и весел. Здравствуйте. Это программа «Гол и весел» в студии Голиков, естественно, и вот Веселков. Здравствуйте. Итак, друзья, каждую неделю по пятницам мы рассказываем вам главные новости Кировской области, и на этот раз нарыли очередное лукошко свежих новостей. Гол и весел. Итак, представьте себе посёлок Белорецк. Представили. Вот, там построили ФАП. Знаете, что такое ФАП? Ну, знаете. Фельдшерский, акушерский пункт. Да, это, как сказать, отголосок реформы. Так вот, значит, в новом ФАПе в посёлке Белорецк отсутствует фельдшер, зато есть, знаете что? Уборщица. И так рассказываю. Да, новенький ФАП Белорецкий торжественно открыли в этом году. Да только лечить в нём людей оказалось некому. То есть ФАП-то как бы открыт, даже дверь можно поскрепить. Но работает в нём только уборщица по штату. Вот хотя для чего в медучреждении, в котором нет ни врачей, соответственно, ни пациентов нужна уборщица, тоже большой вопрос. Меж тем, на уколы и за таблетками местным пенсионерам ходить приходится. Да, им приходится ходить пешком в соседнюю залазну. Залазну. А, прошу прощения, залазну. Что в силу преклонного возраста до залазны, значит, под силу дойти не всем. Вот, глава поселения попыталась бы, Белорецка, глава поселения попыталась бы переманить, переманить хотя бы на время кого-нибудь из медработников из залазны в Белорецк. Но те, медработники залазны, не согласились ни за какие коврижки, видимо, манила коврижки. А ещё, знаешь, что сказать, а будете принуждать, так и сказали, так мы и вообще волимся. Ну, я знаю, почему они туда не идут. А чего не идут? Потому что их уборщица пужает, да. Ну, не пущает. И не ходить не велит, да. Ты знаешь, вот опытная уборщица может блокировать на целых, ну, 5 минут генерального директора прямо у него в кабинете. Знаешь, руководство просто цепенеет. А я бы представил, штат уборщиц, да, со швабрами нового поколения. Как у Гарри Поттера. Ага, способен сковать работу целого совета директоров. Да что там, знаешь, говорят одной уборщице, заслуженной, заслуженной, орденоносца уборщица, с помощью тряпки и фразы. Это ж откуда столько грязи удалось распугать совет акционеров ОАО «Газ, нефть, Русь плюс ресурс». В общем, вот потому и не идут в Белорецкий ФАП представители медицины. Уборщица там лютая. Хотя, может, и условия работы. Да что ты. Ну, или условия зарплаты у врачей. Да что ты. Ну, или, может, там жилищные условия и дороги не очень. Да что ты. Я тебе серьезно говорю, уборщица там строгая. Есть женщины в русских селениях. А в Суну, например, вернулась Бабья Радость. Да что, а после Бабья Радость? Да, именно вот такая вывеска. Бабья Радость украшала когда-то бельемойку над ключом на улице Профсоюзной. А как красиво-то. Которую сунские мужики в свое время выстроили для своих любимых жен. Своими руками. Своими руками. Любовь-то какая была. Однако с годами домик стал гнить. Бельемойчка. Да, бельемойчки. Окна в нем выбили. Ну, как обычно, что, выбили. А лампочки выкрутили. Так что ни белье прополоскать, ни просто там, но чистой воды из источника забрать стало невозможно. Тут-то за дело и взялась местная администрация. Которая не только нашла стройматериалы и трактор. Но даже оригинальный архитектурный проект заказала местным умельцам. Которые за одну неделю. Мухой, то есть, да? За одну неделю. И старую избушку разобрали. И новую по этому проекту возвели. Так что теперь заходить в свою Бабью Радость Сунянки могут без всякой опаски. Эх, Сунянки, и повезло же вам со своими мужиками. Точно, повезло. Захотелось вам постирать. Или вот, ну, я не знаю, ну, в принципе, ах, прополоскать. Бельемойка уже у ваших ног, понимаете. Вы только там, это, Суняночки, не зазнавайтесь. А то, знаешь, как в сказке. Захочется вам столбовую дворянкой, знаешь, это, да. Этой, вольной царицей. Хотя они там и так уже владычицы морские, да? Ну, у воды, у воды же они снят, да, как минимум, с коры там. Не разбитым. В Оречевском районе стало модным воровать на троих. Внимание, принимаем тренд. Ну, это я в смысле. В Оречевском районе обокраили частный дом. Три злоумышленника разбили стекло на веранде, пролезли внутрь и похитили ноутбук и сотовый телефон. И вроде бы ничего примечательного. Обычное дело. Но в полицейской-то, да, сводки таких происшествий каждую неделю полно. Кабы, не возраст подозреваемых. Старшему в компании исполнилось. Ну, вот давай, твои варианты. Сколько исполнилось? Ну, 28, 29. Убери 20, и останется 8. Так вот, старшему в компании исполнилось 8. А младшему рецидивисту 6 лет. А вот другая троица, пожалуйста, уже вполне взрослая, на мелочь зариться не стала и проникла аж сразу на склад. Ноутбук и сотовый телефон, правда, там не нашлось. А потом убрать мужика вам пришлось. Ну, что есть? Вот они взяли. Знаешь, что взяли? Нет. Два куста-реза. Два куста-реза? Да. Все, что нажито по сильным трудам, да. Два куста-реза. Все украли, да. Импортный. Импортный, да. Благородная добыча куста-реза, на самом деле. Вот сидишь ты по статье, сокамерники интересуются. За что сел? За куста-рез. Да, на плече наколка, век триммера не видать. Слушай, а то там ноута с мобильником украл. Сколько Гришим лет-то? Восемь и шесть. Дали? Было. В общем, старшему злоумышленнику восемь, младшему шесть. Напоминаю. Надо же, а такие юные уже. А уже впитали заветой отцов, судя по всему. Гол и весел. Немножко о лошадях. Налинские жеребцы сами зарабатывают овес для своей конюшни. Мишки осознательные. От людей толку нет. В Налинской конюшне всего содержится 41 лошадь различных пород. А там и русские, советские тяжеловозы, донские, буденовские, орловские, американские, вятские. В общем, в возрасте от нескольких месяцев до 18 лет. И, короче, чтобы весь табун-то прокормить, представь, сколько ртов, на зиму необходимо заготовить 120 тонн сена и 40 тонн овса. И с сеном как раз в нынешнем году не сложилось. Из-за плохой погоды план по его заготовке удалось выполнить только на 80%. А вот с овсом выход нашли отличный. Отдали 10 местных жеребцов в аренду в хозяйство республики Татарстан. А брать за аренду договорились как раз овсом. Аккуратно по 4 тонны в год за каждого. Слушай, рабочие лошадки. Сами пашут, сами себя кормят. Ну, а ты можешь подхвастаться таким заработком, да? Ну, в каким смысле? Ну, что ты такого можешь сделать, чтобы тебе за это 4 тонны овса дали? Ну, могу вот языком чесать. Тебе за это и тонны не дадут. Позвольте, значит, дорого, знаешь. Знаешь, а я вот могу следующую новость зато красиво прочитать. Ну, давай. 12 даровских чиновников очистили городское кладбище от 30 телег мусора. 12 мужчин из даровской администрации вышли на субботник по расчистке городского кладбища, в ходе которого спилили и вынесли к дороге все старые деревья, а также вывезли 30 телег всяческого мусора, сухостоя, старых венков, гнилых оградок и прочих бытовых отходов. Благо на технику для вывоза безвозмездно предоставили местные бизнесмены. Сжалились, видимо. А вот остальные жители райцентра порыв чиновников почему-то не поддержали. Хотя объявление субботники было заранее напечатано в районной газете. А в администрации что по этому поводу говорят? А вот, кстати, да, есть цитата. Вот, пожалуйста, администрация. Глаз. «Хочется верить, что подобного халатного отношения к местам массового пребывания людей не повторится, а желающих принять участие в субботниках по благоустройству территории кладбища станет больше». Тут надо смеяться. «Чем засоряющих его?» Я бы хорошо прочитал, душевно, да. Значит, желающих по части кладбища не нашлось, да? Ну вот, знаешь, вот только 12 друзей, у него в общем смысле, 12 представителей администрации пришли. На своих, так сказать, плечах вынесли из кладбища мусор. Говорят, 30 телек, все посчитано, вклад администрации, так сказать, засчитан. Не, а чего все-таки жители райцентра-то, а ведь почему не пошли на призыв-то чиновников? Потому что все-таки интересно, ну, согласись нам, пойти почистить кладбище. Нет, это, во-первых, конечно, необходимо. Администрация тоже, может, не по своей воле, к надробям потянулась. То есть ты хочешь сказать, что сотрудники администрации выполняли свои обязанности, да, по благоустройству доверенной имям территории? Так, конечно, но они, как бы, знаешь, хотели бы в следующий хотя бы раз, чтобы, например, кто-то другой им помогал, люди какие-то, например. Нет, ну они же администрация, им же надо руководить. Нет, это вот потому, что все в администрацию тянутся по этому поводу. Ну да, на кладбище, знаешь, тянутся меньше, да. Потому что, знаешь, кладбище — это место, где не так и важно, руководящий ты работник или просто человек. На Уржумский район напала эпидемия бытовых травм. Ну что такое, опять Уржуму досталось. Богатым на семейные скандалы и бытовые драмы выдалась минувшая неделя в Уржумском районе. Так, в понедельник дедушка пожаловался в полицию на внучку, что устроила скандал, требуя переписать на нее квартиру. Ты смотри. А во вторник мамаша пожаловалась на сынка, у которого начался алкогольный психоз. И он залез на дерево у дома, где и сидит. Подожди, а где ему сидеть-то? Вот она пусть перепишет на него квартиру, он там будет сидеть. Ладно, к среде. В среду пенсионерка из деревни Зоткино получила перелом ноги. По ее объяснению, упала гиря. А мужчина из поселка Пилендыш в четверг поступил в хирургическое отделение с шумом позвоночника. Упал, говорит, со стола. Ну я со стола завсегда опадаю. Ага, в пятницу в селе Шурма женщина получила ожоги 7% тела. Упала в баню на печь. Представляешь, и только в выходные все вернулось в привычную колею. И все сигналы поступившего отдел сводились к тому, что пьяные сожители просто колотили друг друга. Вот из чего следует. Жителям Ржумского района надо воздержаться от падений. Со стола гири на печь. Негромно. Я, честно говоря, волнуюсь за парня, который на дереве сидит. Вот, вот, и падение с дерева тоже. Остерегайте, Сара. Короче, ребят, просто поколачивайте друга по выходным. Это гораздо безопаснее. С вами были Голиков и Веселков. Встретимся через две недели. Пока. Гол и Весел.